Первый открытый кубок Дагестана по баскетболу на колясках с участием хозяев площадки спортсменов Чеченской Республики и Ставропольского края прошел в Бахачкале. О победителях и побежденных расскажет Дан Шугом. Побороться с командой Дагестана за почетный трофей приехали гости из Чеченской Республики и Ставропольского края. Состав дружины нашего региона усилился чемпионом Европы 2018 года и 17-кратным чемпионом страны Евгением Баслониченко. Он выделяется своей игрой и забрасывает мячи в кольцо соперников с завидным постоянством. Победа всегда важна, потому что мы для этого тренируемся, мы для этого ходим в спортзал, чтобы добиваться победы. Но в данный момент здесь победа не нужна, вот здесь надо именно побиться, помучиться. Устай, чтобы партины домой приехали с мозолями и поняли, что это. Кайфанули, грубо говоря, о проделанной работе. За первым открытым Кубком Дагестана наблюдал и старший тренер сборной России по баскетболу на колясках Дмитрий Оленевский. В нашу республику он приехал по приглашению капитана команды Даки Махачкала Ахмеда Гамзатова. Перед соревнованиями успел он побывать на недельном сборе нашей дружины. Что такое баскетбол на колясках? Это труд, труд и еще раз труд. Это кровь, это пот, это слезы, это падение, это травма. Команда только на пути становления. Работать очень много. И если бы после недели работы команда показала бы тот результат, который мы хотим, ну, было бы несправедливо. Я хотел бы поблагодарить этих ребят, которые к нам приехали, гости. И вообще наших ребят, которые организовали это мероприятие, для нас это герои вообще. Я всегда их считал героями. Почему? Потому что когда люди с такой невозможностью, люди, которые есть такие возможности заниматься спортом, не занимаются, а эти ребята показывают хороший, большой пример. Первое место заняла команда гостей из Ченской республики. Дружины из Ставропольского края и Республики Дагестан, соответственно, второе и третье. Дан Шугом, Саид Кутиев. Время новостей.